всем привет у нас сегодня небольшой ребилд по вариатору значит стандарт двушка на сцепление 2000 оборотов это с джога по моему да джога потом ремень кайку он длиннее и шире вот такой вот он не знаю есть смысл ее вставить нет посмотрим так ну и вот это как а это у нас с адреса 50 suzuki на полторы тысячи все это должно вот туда встать так что еще хотел вот у половинку охлаждения поменять она у меня есть но этого нужно развернуть поэтому это чуть попозже также нужно будет разобраться с моим подсосом самопальным он работает но нужно придумать для него нормальную рукоятку либо уже покупать полностью подсос этот вот еще плюс а где-то в квартире прибыл ключ от такта но смысле от замка зажигания не знаю где он попозже поищу сейчас будем ставить туда все дело туда в общем разбираю вариатор также хочу сегодня запилить вариатор у меня все для этого есть уже в общем все смотрим крючку сняли сейчас будем снимать вариатор кстати работает на полный радиус натекло тут давно стоит уже выработка посерединке прям ногтем чувствуется родной ремень он у нас идет 655 на 15 5 тот который я собираюсь ставить от кого он непонятно в общем он у нас 660 на 16 8 то есть практически на 2 миллиметра еще на полтора миллиметра шире вот этого это на самом деле разница большая хорошо у нас она налезешь ты не налезешь давай блин не ставится этот головка я все колокол не сильно хорошо его нужно обработать все наш степок нам нужно час вот эту дачку открутить у меня в принципе через два дня приедет головка 39 элементов но это будет через два дня также мне надо поменять сальник на редукторе потому что он течет вообще в первый раз на этих моторах f18e f24 и вижу такое чтобы тут тек сальник даже на самых убитых на пенах тут все в говне как обычно надо мыть а мыть нечем и негде бендикс который был отмыт смазан остался только лишь смазанным все стандартно стандартно плохо так ну я думаю нужно начать с вариатора точнее с его запила можно так сказать хочу вот эти вот дорожки удлинить но я думаю вы понимаете о чем я он уже в принципе какой-то тут не родной какой-то типа крутой не знаю что за фирма но мне кажется лишним не будет а тут у нас вот эта гайка откручивается и меняют спорлинг я не знаю тут стоят какие-то зеленые гнилая стоковая ну она явно блин не красная потому что она сжимается очень легко ой ну в смысле этот короче ужатая она ей уже жопа вот вот так что начнем мы сначала с вариатора плавно перейдем на сцепление в общем степа была легчайше разобрана легкими постукивами молотка и отверточки сюда я так вижу особо не лазили ух ты блять стружечка так ну это ладно значит что нам нужно нам нужно снять вот эту чашку вот эту чашку помазать солидолом чтобы долл еще ходило снять вот эти пружины тут блять одна зеленая зеленая золотая зеленая короче шляпа какая-то поменять все это дело и собрать обратно я не понимаю она то ли новая то ли то ли просто хорошо сохранилась не суть важно вот этот стакан нам сейчас нужно отсюда выдрать естественно он закисший я вот не понимаю пружинка красная но короче ощущается как нулевая нулевая ладно сейчас я это все разберу просто одной рукой по понятным причинам неудобно вот и уже покажу вам что куда и как все новая смазка забита сейчас буду ставить на место пружинки вот ставятся они либо плоскогубцами либо вот так вот отверткой натягиваются в общем вот эти два уха должны совпадать ну по отверстиям логично чтоб не вылетали так как это джоговские они туда чуть плотнее сядут но сути не меняет в общем что в общем продолжаю идем ставить на мопедку посмотрел я вариатор точить его не буду ибо зачем посмотрел как там катаются ролики катаются отлично меня все устраивает поэтому так и будет стоять с ремнем сейчас посмотрим что будет да забыл я все снять заснять момент когда я все это собирал только сейчас вспомнил то что я вообще хоть что-то снимал вот все собрано значит сейчас ни хуя себе о блядь в общем сейчас пойдем на улицу протестим этот момент как она вообще едет как стартует что нужно еще настроить ну естественно вам покажу как это все дело едет провал для меня остается потому что у меня слишком короткая втулка заказывал шайбы пришли меньше ебать того нахуй короче все пока идут через жопу ну и я сильно не расстраиваюсь ремень этот стоит соответственно смысла сейчас нету надо будет подождать когда я уже наеду шкивы от 139 мотора и поставлю их сюда они просто больше и будет уже тогда смысл этот ремешок сюда пихать вот сейчас я одеваюсь цепляю камеру на шлем и мы едем смотреть что поедешь так мы вот уже на улицу вышли давайте попробуем без газа чисто на подсосе так так у меня краник открыт закрыт я его уже наверное неделю не трогал это вот он сейчас на подсосе надо погреть его на подсосе постоим сейчас чуть-чуть не лето на улице еще пока катимся прогреем так надо проверить все ли на все нормально другое дело вот так должен на петле дать зацеп бы еще был блин я так давно не ездил я уже отвык либо что-то не то может не проверялся еще просто а вот и ебет мозга неплохо 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 очень даже хорошо нарушаем нарушаем так ну на заднем то грех не раздать блин какие-то провалы летает летает зеркала постоянно расстраиваются чего я их не обижаю даже блин я уже разучился блин ну вылетает знатно хорошо хорошо блин сам встает я бля буду такой дурной бля вот реально пружинки решают на самом деле у меня сейчас даже груза стоят довольно таки тяжелые а он все равно летает а хотя сколько у меня стоит то по грузам бля ну восьмерки шестерки с газа блять нормально бля ну что то какое ощущение странное у него вначале провал ебанутый а потом водилова начинается конченая прям мы сейчас привыкнем по чуть-чуть обороты неохотно скидывает надо сейчас будет одну тигню намутить а то тут разворота нету тут поворота в принципе нету вот сюда нам надо я знаю что нельзя сделаю вид что можно что его колбасит как-то ну-ка газ вступлять прыгай сейчас машину пропустим и а 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 ну нормально что 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 зимний килл стрит ебать бля а на больших оборотах ему сложнее ну смысл на большой скорости что-то и раскручивается он долго да да ты ебнулся что такое давай не хочет слышь а а чё такое и подхват пропал ну возможно он перегрелся просто кто его знает то да не слушай подхват есть но да не такой сильный ну ну ка Тахометр завис, блядь Так, а не могли пружинки послетать? Да не, все на месте вроде Странно Очень странно Мы не знаем, что это такое Ладно, сейчас остынет Может успокоиться по чуть-чуть Я вроде как еще на обкатке Кто его знает, что с ним происходит Ну что-то я на карп грешу Как будто его льет А что там у нас по... А, колпачок стоит нормально Ладно А таксисты тут эти, блядь Он так-то нормально выглядит, да? Вообще балдежно Бля, я так не хочу ждать, чтобы он остывал Я хочу просто кататься Сейчас поедем, еще кругля дадим И домой Угу 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 Не, все-таки странно Он едет как-то Непонятно Вроде хорошо, а вроде и хуй знает Ой, совсем туго Ну это как будто тут... Ух ты, бля Здравствуй небо в облаках И прихватик в собаках Ёбин-бобин А, ну... Теперь я понял, что он не ехал Да, он все-таки перегрелся Ох, сейчас будет волна хейта Это я люблю Это я уважаю Когда мне говно пишут всякое Да он бы просто так не заклинил Мне кажется, это смесь херовая Не-е-е-е Ну что, ждем когда остынет И продолжаем В общем, не знаю, остыл, он не остыл Я минут пять-десять постоял Сейчас надо бы Фильтр обтряхнуть от воды Это кстати тоже как вариант Потому что У меня потерялся болт Вот отсюда сейчас Вот отсюда потерялся болт Который держит Оболочку всю соответственно пиздец и маслом он у меня не пропитанный короче все весело блять как бы тебя о нормально сейчас подкрутим ну-ка а текс а знаете чё а давайте чуть-чуть другое место переставим сам фильтр вот так вот сделаем чтобы на него меньше говно летела вот так вот вам нихуя не видно блять ой ладно хрен с вами кстати чё там у нас дома чем месяца на 2 его-то расходом не ну заведет в том понятно что я не знаю чё с ним блять почему-то не работает ну-ка блять короче какая-то шляпа а точно я забыл да блять и снега этого вылазить такое себе удовольствие мне завтра школу рано а я тут этой хуйней занимаюсь но машин нету о подхват появился а цвет выключить о кайфы в кайфы вы тоже на заднем пытается ехать даже на заднем пытается ехать а в вы кайфы и и и и Девушки отдыхают... так ну да куда же без этого машин нету другое дело опа просрал момент нахуй он не гудит у меня все под контролем ну чё-то мне не нравится как он работает точнее нравится но чё-то блять не то как будто сцепа мозги трахим трахим надо же как-то эти ямы перелетать дворовые заднее колесо у меня мягенько передние жалко чё бы и нет поток работает вот так вот блин ну так красивый вот мне из всех кузовов в принципе скутеретных мопедных нравится так 27 хонда 18 потом чё ещё ракса ну и всё всё остальное какое-то скучное даже вот третье поколение дело всё не то а вот так вот это вот что-то интересное ладно что со всеми прощаюсь такой ответочек получился определенно пружины надо менять вам мне уже нет до все всем удачи всем пока пока Продолжение следует...